От токсичных радиосозвонок к токсичным подушкам исследователи Роскачества обнаружили опасные вещества в составе подушек некоторых российских производителей. При результате проверки нормам ГОСНИ соответствуют 15 торговых марок. Какие именно нарушения обнаружили специалисты и как можно самостоятельно выявить некачественную подушку, расскажет Анна Макарова. Пылевые клещи, вредные примеси и химикаты. Всё это эксперты Роскачества нашли в подушках с наполнителем из пуха и пера от 15 крупных производителей. Исследовали наиболее популярные марки. Из них все, кроме одной, российские. Большинство образцов оказались токсичными. Восемь торговых марок имели нарушения по показателю индекса токсичности в водной среде. То есть эти подушки становятся небезопасными при длительном контакте с кожей человека в том случае, если они становятся влажными. То есть в процессе сна выделяется влага, как мы понимаем, под влажные ладони. И, соответственно, при длительном контакте могут выделяться такие токсические вещества. В подушках шести производителей нашли ацетальдегид. Норма вредного токсина превышена в четыре раза. Химикат может спровоцировать раздражение глаз, слизистой и гортани. Также он вызывает сонливость и головокружение. Более того, 12 из 15 производителей продавали подушки с пылевыми клещами. Сами по себе эти клещи не опасны. Но вот чешуйки их панциря являются очень сильным аллергеном. И подушки, которую мы трёмся головой, а потом вдыхаем, вот эти вот частички этих клещей, их оболочки, они, конечно же, 8 часов оказывают на нас влияние. Может появляться сыпь, зуд кожи, покраснение кожи. А как правило, это будет особенно выражено на лице, потому что лицо контактирует с подушкой. Изучили в Роскачестве и состав подушек. Почти у всех производителей наполнитель не соответствовал заявленному на эсекетке. Вместо обещанного 100% гусиного пуха – перья других птиц, либо примеси не очень хорошего качества. Асматикам и людям, склонным к аллергии, в любом случае натуральные подушки покупать не рекомендуют. Предпочтение советуют отдать синтетическим. Там, по идее, пылевых клещей быть не должно, потому что это исходная синтетика. И если нормальное производство, то не будет запыленным или там заселено клещами. Если это подушка из натуральных материалов, так или иначе, что-то вы все равно в ней найдете, да? Как бы ее не обрабатывать. И плюс ко всему, в процессе эксплуатации в подушке в любом случае эти клещи будут появляться, они там будут размножаться. В общей сложности исследования проводили по 57 показателям качества. Результаты отправили в контрольно-надзорные органы. Самостоятельно определить, насколько токсична и опасна подушка, конечно, крайне сложно, говорят эксперты. Единственное, что может насторожить при покупке или уже дома – это резкий запах химикатов. Кроме того, стоит обращать внимание не только на состав наполнителя, но и на материал всей подушки. Обязательно натуральная ткань, потому что она предотвращает, скажем так, накопление влаги. Она лучше вентилируется, лучше просыхает после ночного сна, потому что в любом случае каждый человек ночью потеет. И весь этот пот, он впитывается в постельное белье, в подушки, в одеяло. Поэтому натуральные ткани, они лучше вентилируются, за счет чего не создается микроклимат для образования, условно, жизни для тех же полевых клещиков. Синтетическую подушку в большинстве случаев можно стирать, с натуральными сложнее. Их можно только просушивать на солнце, как вариант хотя бы раз в месяц выносить на балкон или подоконник. В любом случае, будь то натуральный или синтетический наполнитель, чтобы спать спокойно, менять подушку советуют каждые три года. Анна Макарова, Ксения Кузнецова, Алексей Христолюбов, Москва, 24.